Друзья, вы на канале Техномакс, я Максим Багаев, и у нас сегодня будет 12 самых интересных, самых лучших в разных ценовых нишах видеокарт, которые показывают самую большую производительность в играх на вложенный нами кровный рубль. Для людей, которые играют в киберспорт, у меня будут свои рекомендации, а для людей, которые играют в красивые сюжетные игры, будут рекомендации свои. Оно и понятно, те люди, которые играют в киберспорт, для них разработчики вылизывают движок так, чтобы даже на слабом железе они показывали максимум фпс и минимальные задержки, там это очень важно. Никакие технологии, вроде самостоятельное создание кадров силами видеокарты, здесь нафиг не нужны и даже вредны. С другой стороны, те люди, которые играют в красивые сюжетные игры, им внутренне хочется собрать такой компьютер, чтобы они сказали всем приставочникам, ребят, ну посмотрите, какая у меня здесь графика. У вас освещение, не освещение, у вас детализация, не детализация, у меня красота, фильм, а у вас черти что. И требования к вот этим видеокартам, которые классно работают в сюжетных играх, будут немного другие. Здесь как раз очень хорошо помогает и DLSS, FSR, здесь очень хорошо помогает и создание кадров силами видеокарты. И вообще здесь приходится очень творчески подходить к выбору оптимальных настроек. Ну и для каждой видеокарты, собственно говоря, эти оптимальные настройки я буду рекомендовать. Ну и главное, мы сделали опрос среди наших зрителей, оказалось, что примерно 60% имеют монитор, либо вообще не игровой с частотой 60-75 Гц, либо имеют монитор с разрешением Full HD. Не раз объяснял, что киберспортсменам и людям, которые играют в красивые игры, и тем и другим иметь монитор с разрешением минимум 2.5К и с высокой частотой, это окно совсем в другой мир. Это чудо. Тот эффект, который вы получите, он будет гораздо сильнее, чем вы получите, например, лишних 10 или 15 FPS в любимых играх. А для тех людей, у кого такой монитор уже есть, будет все максимально прозрачно. Для каждой видеокарты мы будем указывать индекс производительности, сравнивая с топ-видеокартами. Во-вторых, вы будете видеть среднее количество кадров в играх, которые данная видеокарта выдает конкретно на разрешении 2.5К и будет средняя цена за кадр. Ну и, собственно, вы будете видеть, что чем карта дороже, тем стоимость этого кадра будет все время подрастать. Оно и понятно, каждые следующие 5-10% скорости будут доставаться нам все дороже и дороже. Все видеокарты мы разделили на сегменты от видеокарт за примерно 20 тысяч рублей до абсолютно 200+. Я хочу сказать, что в каждом сегменте мы старались, чтобы было несколько альтернатив. И в каждом из них есть удачные видеокарты по соотношению цена-качество и функционально, а есть неудачные. Вот всех неудачников мы собрали отдельно в рубрику «Покупать не стоит ни в коем случае». Ну а если хотите посмотреть вообще стоимость кадра для всех видеокарт, которые доступны в России прямо сейчас, комментарий с ссылкой на пост в Телеграме я оставлю прямо к этому видео. Итак, поехали! Если на руках у нас есть 20 с небольшим тысяч рублей, то выбирать нам приходится между двумя новыми достаточно интересными картами. Ну, во-первых, это Intel Arc A750, во-вторых, это старый знакомый Radeon RX 6600. И Intel выглядит более интересно. Он самый дешевый, у него есть поддержка кодека AV1, то есть на нем можно собрать недорогую машину для стримера. Ну, мечта любого школьника. И в части игр он будет показывать производительность сильно выше, чем на Radeon. Например, если вы играете в Ведьмак или играете в Тарков, то здесь вы получите плюс 30, плюс 40 процентов к Radeon RX 6600. Но если вы запустите другие игры, например, тот же самый Counter-Strike, или вы запустите какие-то старые игры под DirectX 9, 10, 11, Radeon просто разорвет Intel, и у него нет вообще никаких проблем с программным обеспечением. Это более проверенное решение, а разница в стоимости всего в 1000 рублей. Поэтому, если вы не стример, то лучше взять все-таки Radeon. Если на руках есть уже 30 тысяч, то нас ждут три видеокарты, которых с головой хватит для игр на разрешении Full HD, иногда даже больше. Самыми оптимальными по цене являются ARC B580, RX 7600 и GeForce RTX 4060. Начну я с Intel ARC B580 12 ГБ, которая на маркетах доступна за 27 тысяч рублей. В федеральных сетях за 35-36 я ее покупать точно не советую, а за 27 у нее отличное соотношение цена-производительность, у нее очень дешевый кадр. И если нам нравятся сюжетные красивые AAA игры, то запускаем какой-нибудь Cyberpunk 2077, чуму, Wukong, мы видим, что она опережает Radeon и GeForce примерно процентов на 15-20. Мы говорим, здорово, классно. Но подождите, если вам нравятся старые игры или вам нравится киберспорт, то запустив тот же самый Rainbow Six или Call of Duty, мы получим на тех же самых 15-20 процентов меньше, чем Radeon 7600. А он стоит ровно тех же денег. У него нет никаких вопросов со старым программным обеспечением. Он холоднее и менее требовательный. У него лучше качество программного обеспечения, поэтому для киберспортсменов он выглядит интереснее. Но если нравится играть в красивые сюжетные игры или хочется вообще перейти на монитор с разрешением 2 спиной кей и при этом не отдать за видеокарту кучу денег, то до сих пор лучшим выбором является GeForce RTX 4060 8 ГБ. Она не зря находится в Steam на первом месте. Миллионы леймингов не могут ошибаться. Это фактически точно та же карта, которую мы любим в ноутбуках. Она быстрая и очень холодная. Она потребляет 115 Вт. Ее можно поставить с любым блоком питания, и она нормально будет работать практически в любом компьютере. Но главное, то, что она поддерживает DLSS 3 и 4 версии, который сейчас поддерживается более чем 300 играми, то, что у нее есть возможность создавать собственные кадры, позволит, ну, где-то придется снизить детализацию с ультра до высокой, а может быть даже где-то до средней. Но она нам точно позволит без проблем на этом разрешении играть на пару лет больше, чем ее прямые конкуренты. А взять что-то на голову выше обойдется совсем других денег. Если монитор у нас уже хороший или требуется в киберспорте дополнительных 50-100 кадров, то берем 35-40 тысяч рублей и смотрим на GeForce 4060 Ti, Radeon 7600 XT или новинку 5060. Начну я с самой ненавидимой всеми обзорщиками видеокарты, которую хренососили весь 2024-2025 год, которую я лично считаю хорошей и поставил в этот рейтинг. Это GeForce RTX 4060 Ti 8 гигабайт. Почему? Потому что это самая быстрая видеокарта за 40 тысяч рублей, которая вообще сейчас доступна в России. Почему ее хренососят? Потому что это единственная видеокарта, у которой 8 гигабайт памяти и которую можно запустить AAA игру, можно поставить высокую детализацию, высокое разрешение и увидеть там рывки и сказать, ребята, видеокарту брать нельзя. С другой стороны, у нее есть две альтернативы. Если у вас до сих пор монитор Full HD или не игровой, и вы выбираете видеокарту все-таки не для киберспорта, обратите внимание на Radeon 7600 XT 16 гигабайт. Вот это как раз видеокарта старый конь борозды не испортит. Чип не очень быстрый. Она выдаст небольшое количество FPS, например, при разрешении 2.5 кей. Но при этом не будет никаких рывков памяти 16 гигабайт. То есть она будет идти ровненько и приятно. Ну а если хочется все-таки потратить около 40, есть новинка. GeForce RTX 5060 8 гигабайт. И в настоящий момент она даже чуть медленнее, чем 4060 Ti. И ее покупка все-таки спорная. То есть с моей точки зрения эта видеокарта должна подешеветь до 35-36 тысяч рублей. И тогда она станет таким же хитом, как 4060 перед ней. Но сейчас эта видеокарта не без недостатков. И стоит перейти в более высокий сегмент, где у нас появляются наконец видеокарты, которые тянут все. Друзья, если видео вам нравится и вам интересно, какие самые интересные игровые мониторы доступны прямо сейчас в России, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить. И напишите в комментариях, что Макс Леха, мне это интересно. Ну и не стесняйтесь поддерживать нас. Переходите на сайт Техномаксы, задавайте любые вопросы, консультируйтесь у меня в канале в Телеграм. И мы с коллегами подберем вам оптимальный игровой ноутбук или игровой компьютер, отправим в любую часть России. Этим вы очень нас поддержите. Для настоящих ПК-бояр, которые любят играть в игры с максимальной детализацией, иногда уже с RTX освещением или даже на разрешении 4K, придется взять 50-70 тысяч рублей и здесь смотрим уходящий Radeon 7700 или 7800 XT или новинки от NVIDIA это 5060 Ti, 5070. Цены на них в России сейчас адекватные. Начну с 5060 Ti. Карта самая дешевая из всех GeForce, которая имеет 16 гигабайт видеопамяти. То есть точно так же, как я рассказывал про Radeon, не супер быстрая, но приятная, без рывков, отличная производительность в AAA играх. Все замечательно, очень мало потребляет. Главное запомнить одно. Самой же неудачной покупкой прямо сейчас является, конечно, GeForce 5060 Ti 8 гигабайт. У нее плохо все, у нее мало памяти, у нее неправильная цена. И главное, NVIDIA из нее сделал настоящую ловушку для новичков. Они специально выдали блогерам только 16 гигабайтные версии на тест. 8 гигабайтные запретили отправлять. Для того, чтобы люди, посмотрев на хорошие обзоры, пошли в магазины и, как обычно, выбрали самую дешевую версию 5060 Ti. Не заметив, что покупают 8 гигабайтную видеокарту, и это совсем другая видеокарта. Это словно купил билеты на Beatles, пришел, а там Beatles из Новороссийска. Поэтому 16 гигабайтная версия 5060 Ti находится у нас в рейтинге. От 8 гигабайтная нужно бежать. Ее стоит брать только киберспортсменам. Ну и то за 35-40 тысяч рублей еще надо хорошо подумать. Эту карту с двух сторон обхватывают две видеокарты от Radeon. 7700 XT комфортно работает на разрешении 2 с по Nike. Карта подорожала с прошлого рейтинга, как и 7800. И фактически обе эти карты сейчас держат оборону перед появлением 9060 и 9060 XT. Карты вымываются, цена на них иногда появляется очень интересная. В этот момент их стоит брать. Ну и 7800 XT, так как карта имеет дополнительную видеопамять, более быстрый чип, 256-битную шину. И отлично подойдет как раз, если иногда нам хочется поиграть в 4К, но мы не ProGamer. А вот почти за 70 тысяч рублей мы видим новинку GeForce RTX 5070 12 ГБ. Друзья, эта карта имеет ровно такую же производительность, как GeForce RTX 4070 Super, которую мы еще полгода назад превозносили. Говорили, что она лучшая. Классно, берите ее. Обратите внимание, что сейчас мы говорим, забываем. Если у вас эта видеокарта есть, все нормально. Ровно такую же производительность, как 5070, мы видим на практике. Но при этом эта карта чуть меньше потребляет. Она более интересна тем, что она поддерживает уже Multiframe Generation. Она чуть интересна поддержкой более сложных нейрошейдеров. Но она просто производительна во всем, что связано с искусственным интеллектом. Поэтому 5070 интересно, 4070 супер, забываем. Но для игр на разрешение 4К со всей детализацией, или просто про запас, здесь потребуется уже 80-100 тысяч рублей. И здесь можно посмотреть на сливы Radeon 7900 XT и 7900 XTX, или на новые карты, такие как 9070 XT и 5070 Ti. Начну с красных. Это старые флагманы от AMD Radeon 7900 XT и 7900 XTX. В Америке они стоят 100 и 130 тысяч рублей, там их все хают. У нас они с последнего рейтинга не подорожали. Стоят 82 и 95-100 тысяч рублей на маркетплейсах. И я хочу сказать, что если вы профессионал, которому требуется видеокарта с большим объемом видеопамяти, у вас языковая модель, которая работает локально, то да, эти видеокарты интересны. Даже при невысокой цене за фпс и огромном количестве, которые в принципе на большинстве мониторов будут просто упираться в возможности самого монитора. Но если мы хотим зайти в игру, включить все настройки на максимум, включить ретрейсинг и наконец посмотреть, что за там естественные тени и отражения обещала нам Nvidia еще 6 лет назад, то оказывается, что все работает плохо. Мы получаем 20-30 фпс и для геймеров в AAA игры я бы эти карты не советовал. Поверьте, 20 и 24 гигабайта это не бонус. Фактически у нас все равно игры, даже в будущее, будут ориентироваться на комфортный 16 гигабайт, не более того. Есть две новинки от AMD. Это Radium 9070 и 9070 XT. Стоят они от 85 до 95 тысяч рублей. И все-таки более интересной является 9700 XT. Карта стала легко переваривать включение ретрейсинга. Как только мы включаем его в играх, мы видим примерно такое же падение производительности или близкое к тому, что теряют карты Nvidia. То есть то, к чему мы уже стремились последние 4 года. Наконец AMD этого достигла. Но самой интересной карты, которая стоит под 100 тысяч рублей, является, конечно, GeForce 5070 Ti. При цене в 97 тысяч рублей эта видеокарта обладает на 5% более высокой производительностью, чем Radium 9070 XT. У нее достаточно разумная цена за кадр, там, 808 рублей за фпс. И вот за счет поддержки DLSS 4, за счет более высокого качества изображения при использовании фирменного умного мультисэмплинга, при том, что она умеет умножать кадры на 2, на 3, на 4, оказывается, что эта видеокарта является такой устойчивой, понятной, которая без проблем позволит нам с классным монитором сидеть ближайших 5-7 лет и не дергаться. Последней картой, которая вообще дает ощутимый прирост на вложенный рубль, является, конечно, GeForce RTX 5080. Сразу хочу сказать, что те из вас, которые в прошлом году купили 4080 или 4080 Super, могут на нее просто не смотреть. Она имеет близкую производительность, она чуть холоднее, она поддерживает многокадровую генерацию кадров, но, с моей точки зрения, старикам на нее переходить не стоит, а вот тем, кто выбирает новый компьютер, она выглядит интересно. Я хочу сказать, что основными покупателями таких видеокарт должны становиться люди, которые либо профессионально работают с видео, ну, потому что у нее более быстрая конвертация, то есть по сравнению с предыдущей моделью, либо те люди, которые купили монитор OLED 4K 240 Гц, которые купили процессор какой-нибудь 9800X3D, которые вложили в свой компьютер столько денег, что вот эти дополнительные плюс 12% по сравнению с 5070 Ti, они имеют значение и вроде как бы доплатить лишних 30 тысяч рублей вроде как бы имеет смысл. Для всех остальных, поверьте, эта карта, ну, наверное, не для вас. А вот теми картами, на которые смотришь и понимаешь, что геймеры на них могут только смотреть, молиться и никогда не покупать, являются, конечно, два флагмана. Ну, это уже начинается категория, ни в коем случае не берите. Во-первых, GeForce RTX 4090, 235 тысяч рублей, доступно прямо сейчас, имеет стоимость FPS 1400 рублей, то есть мы понимаем плюс 40%, в профессиональном использовании смысл есть, для обычных пользователей не покупать ни в коем случае. Но хуже всего, это, конечно, RTX 5090, у нее средняя стоимость кадра возрастает почти до 2000 рублей, то есть понимаем, что эта карта точно сделана не для геймеров, это для тех людей, которые действительно ее используют профессионально. Относитесь к ним как к майнерам, то есть когда мы смотрели на видеокарты, которые покупают майнеры за сумасшедшие деньги, мы говорили, ну, я их не понимаю. Вот я сейчас людей, которые покупают RTX 5090, немножко не понимаю. Даже если какие-то карты мы еще недавно любили, то сейчас мы должны понимать, что они просто перестали быть актуальными. Ни в коем случае не берите, не покупайте в России Intel Arc A770. Ее цена высокая. По производительности она уступает B580, а к B580 у меня были вопросики. Ни в коем случае не берите GeForce RTX 3000 на линейке. Ну, низкая производительность с ретрейсингом. Они уже устарели, их цена до сих пор как бы вызывает, ну, вопросы. И, пожалуйста, можете опять кидаться в меня помидорами, но не берите бэушку с авито. Друзья, ну и вернусь к самому началу. Напомню, что если у вас до сих пор не очень хороший монитор, обязательно подпишитесь, поставьте лайк, напишите, что Макс, Леха, нам интересно этот вопрос рассмотреть. Мы постараемся найти самые недорогие, интересные игровые модели, которые позволят вам как раз сделать вот эту операцию, когда у вас чуть более дешевая видеокарта, но классный монитор в сумме дает совсем другой результат. Ну, а если вам будет сегодня интересно посмотреть, сколько стоит FPS на вашей видеокарте, то переходите в мою телегу, либо по ссылке в описании на пост, где я делал расчет стоимости кадра на разрешение 2.0.0. Я оставлю к этому видео. Ну, и я с вами увижусь ровно через неделю. С вами был Макс Багаев. Пока, друзья!